сегодня я хочу вам наиболее подробно постараться рассказать про цвета акварельные которые мне обычно нужны для того чтобы написать море тоже цвет хороший для работы с глубинами для передачи северных морей похож на индиго он гранулирующий также аквамариновая дымка которая тоже великолепно себя ведет именно для написания каких тропических морей но и в северных морях она тоже смотрится великолепно там где есть льды сейчас я предлагаю порисовать два сюжета которые как вы видите отличаются действительно по цвету это то как я воспринимаю собственно тропические моря и северные моря вот такого рисунка будет вполне достаточно потому что это этюд это быстрая зарисовка здесь нет задачи нам все детально прорисовывать еще успеем сегодня только тренируемся пока что немножко раскачиваемся перед нашими основными сюжетами и следите за тем чтобы переход был плавный то есть пока бумага сырая продолжайте работать аккуратно сверху вниз делая плавный переход можно взять ультрамарин и ван дик например они тоже будут хорошо смотреться и разбавляю водой чтобы оттенок был не слишком темный не слишком насыщенный и начинаю прописывать по верхней части по сухому узоры эти узоры должны быть в характере волн намечаем касатку я специально оставляю спинку пока ее не трогаю хочу немножко еще карандашом доработать эту историю обрисовывая пятнышки так как это хлопок то я конечно могу хорошо варьировать различные участки по-разному с ними работать могу что-то потом где-то дописать что где-то размыть мне это позволит моя бумага поэтому хлопок конечно в данном случае гораздо проще в работе видите как получилось я нарисовала сам темный плавник потом сделала основной тон по нижней части туловища верхнюю размыла и получился объем мелочь а как просто на самом деле здесь только важно приноровиться именно грамотно размывать и работать с бумагой пока она сырая здесь самое главное не бояться работать прям поверх так как это у нас хлопок соответственно можно спокойно потом сверху вот эту историю почистить в общем такие эксперименты даже у меня вместе с вами в процессе возникают это очень здорово потому что у вас есть возможность посмотреть как можно здесь справляться да с тем что незнакомо неизвестно мы не знаем как это будет в итоге но вот это желание по исследовать не нужно его заглушать нужно пробовать ничего страшного нет если вдруг что-то бы не получилось вот у нас с вами готовы два замечательных этюда холодные моря теплые тропические моря потренировались с вами и теперь мы можем более смело уже двигаться дальше